25 января 1938 года на свет появился легендарный Владимир Семенович Высоцкий. Мы находимся в уникальном месте, где хранятся экспонаты, посвященные этому непревзойденному поэту и артисту. Это главная реликвия Дома творчества Высоцкого, посмертная маска Высоцкого, которую подарил нам бывший директор театра Антаганки Допак Николай Лукьянович. Было сделано три гипсовых слепка, с этих слепков были сделаны три бронзовых маски, и вот одна из них действительно хранится у нас. И даже экстрасенсы приходили к нам, измеряли энергетику ее и сказали, что на самом деле очень сильная энергетика этой маски. Так что можете переходить к нам в гости, подзаряжаться. Два автографа Владимира Высоцкого, один на буклете, второй на пластинке «Алиса, стране чудес». Эти экспонаты, пластинку и буклет Владимир Высоцкий подоил своему дяде Алексею и тете Александре и написал дяде моему Алексею Высоцкому и тете Шуре в День Победы, для которой они много сделали. Дорогому моему и единственному дяде и другу моему с любовью и глубочайшим уважением к его прошлому и настоящему. Знаменитый путешественник Федор Кунихов, оказывается, не только умеет путешествовать, плавать и летать, как выяснилось, в последнее время, но он еще и прекрасный художник, подарил нам два эстампа своих, на которых написал строчки из стихотворения Высоцкого «Лучше горы могут быть только горы», «Парня в горы тяни резь к ней, не бросай одного его». И сам Федор Кунихов рассказывал, что в самые сложные моменты своих путешествий, в самых тяжелых ситуациях, песни Высоцкого и его стихи помогали ему выжить, помогали ему бороться за жизнь и двигаться дальше. В одной из своих последних песен Высоцкий напишет «Вернусь к тебе, как корабли из песни». На самом деле, свои обещания он выполнил. В 1988 году к причалу города Ново-Российска подошло современное морское судно, на борту которого было написано «Владимир Высоцкий». Каждое утро, приходя на работу, я с ним здороваюсь, вечером прощаюсь. А актрисы, которые были у нас на открытии, Людмила Хитяева, особенно отметила эту атмосферу, и она даже сказала, да, я чувствую, что Володя здесь, он с нами, он рад за нас. Поэтому Высоцкий живет, а на все вопросы, которые могут возникать по поводу его творчества, его жизни, он сам ответил в своих песнях. Читайте, слушайте, и вы все поймете. Спасибо. Спасибо.